Так, жена в роддоме. Кого родит? Сына или дочь? Сына. Сына, конечно, родит. Сейчас мы отправимся в магазин и приобретем самое необходимое для встречи ребенка и мамы. Не, ну, конечно, это тоже необходимые вещи, но мне нужна консультация профессионала. Что нужно купить для ребенка в первую очередь? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Рассказывайте. Ну, первонаперво, вам понадобится конверт на выписку. Вот такое вот замечательное чудо, розовое. Это если девочка родит? Это если девочка, ну, конечно. Если мальчик, то можно выбрать совершенно другой цвет, белый, голубой или какой вам понравится. А вот этот конверт для кого подойдет? Ну, если у вас нет каких-то предубеждений, можно, в принципе, и мальчику. Ну, судя по ромашке, это все-таки для девочки. Ну, конечно, для дочки. И сколько мне за это нужно будет отдать? В среднем тысяча рублей, в зависимости от красоты. Дальше. Также понадобится вам одежда для самых маленьких. Вам понадобятся боди, распашонки и ползуночки. А он будет вот такого размера, когда родится? Конечно. Они маленькие, рождаются в среднем 50-56 см. И самая маленькая одежда должна быть швами наружу. То есть я когда-то был таким? Все в тысячу рублей один комплект. А вот подгузники. Они бывают разных размеров. Ну, конечно же, так как ребенок маленький, вам понадобится самый маленький размер. Ну и, конечно же, всевозможные крема и присыпочки. И все это вместе вам порядком тысячи рублей обойдется. Слушайте, такая неплохая сумма уже набирается. Конечно, дети. Дорогое удовольствие. Куда идем дальше? Коляски бывают разные, как лежачие, так и сидячие. Конечно же, на первый год жизни вам понадобится лежачая. Нужно, чтобы она была прочная и устойчивая, с большими колесами. В среднем она обойдется 10 тысяч рублей. А если у вас есть автомобиль, то вам обязательно понадобится автокресло. Автокресло. Автокресло 5 тысяч рублей. А вот кроватки. Самое главное, чтобы они были из натуральных материалов, желательно дерева. Они бывают разные, как продольного качения, так и поперечного. Это уж выбирать вам самим, что больше нравится. Тоже дорого. В среднем будет 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей. Матрасы бывают разные. Кокосовые, пружинные и с разными наполнителями. Но самое главное, чтобы он был жесткий. И эту функцию выполняет кокосовый. Я беру жесткий кокосовый матрас. Ну и какая кровать без постельного белья? Существуют специальные наборы, где входят балдахин, специальные бампера и комплект постельного белья вместе с одеялом и подушкой. Сумма набирается приличная. А ведь еще ванночка нужна. В среднем ванночка вам обойдется порядка 600 рублей. А вот это что такое? А это специальная подставка для ребенка в ванночку. Кладете в подставочку, берете ребенка и вот сюда присаживаете. Ирина, спасибо вам за помощь. Пожалуйста. Спасибо тебе, Тигрюль, за помощь. А я пойду считать, что у нас получилось. 27, 28, 29 тысяч рублей понадобится мне, чтобы купить все самое необходимое для ребенка, чтобы встретить его из роддома. Алло. Да, да, все купил. 29 тысяч рублей. Алло. Алло. Как рожаешь? Да, да, бегу, бегу-ка. Ну, с коляской, конечно. Конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok